Да, вот раз, два, с этой стороны три, четыре. Заместитель главы города Людмила Мурашова осматривает новенькие турникеты. Через один из них будут проходить дети, прикладывая специальный чип. Специалисты прикрепят его на портфель. При входе и выходе школьника за периметр родители будут получать смс. А дети, которые без чипа, 400 или 300 человек? Мы с той стороны их пустим. А, давайте, выпустите. А они идут в эти? Да, я даже буду, мы окрасим полицию за них цвета. Хотя приобретение чипов дело добровольное, часть родителей написали письма в прокуратуру, губернатору и президенту. По их словам, два года назад турникеты установили в самом здании. Действовали пластиковые пропуска. Теперь им придется приобретать еще и чипы. Вместе с тем на переменах дети часто выбегают во двор, и родители буквально засыпало смс-ками. Решение о фактическом переносе системы на периметр территории было принято на заседании школьного совета. Это дорогой удовольствие. Порядка 800 тысяч рублей. И, как перед матерью, затратила на эти цели. Ни одной копейки в муниципальных средствах. У нас появляется сейчас возможность тоже, скажем, тратить эти деньги на вот такие системы. Но нужно будет подумать, что нам купить учебники и бесплатно раздать вашим детям. Или же все-таки подумать о таблике. Затраты родителей 700 рублей за чип. Он в два с половиной раза дороже, чем карточка, но прикрепленное к портфелю устройство не потеряется. Оно приобретается на весь срок обучения. Абонентская плата за смс до конца текущего года 400 рублей. Для многодетных семей стоимость чипа и услуг в два раза меньше. Кроме того, на каждый класс будет бесплатно выделяться по одному устройству. Родительскому комитету решать, кому оно нужнее всего. По словам предпринимателя Анны Чурсиной, зарабатывать она намерена исключительно на абонентской плате. Срок окупаемости проекта 7 лет, при условии, что большая часть родителей будет пользоваться системой. Пока устройство приобрели порядка 10%. На самом деле это полное безумие, если считать и стоимость. Анна говорит, что готова показать все выкладки, подтвердив их документами. Абонентская школа, администрация в том числе, не имеет к этому никаких финансовых отношений. При этом встреча показала, что в необходимости такой системы никто не сомневается. Это безопасность и контроль за детьми. Кто был в розе, кто подписался? Есть такие? Есть. Дай мне по низу, пожалуйста. Кто нуждавал? Тем временем никто из взрослых, кто подписал письма в вышестоящие инстанции, так и не выступил. Хотя в зале они и присутствовали. Наталья Никитина, позицию которой можно назвать нейтральной, назвала произошедшее недоразумением из-за недопонимания. Я так думаю, что все разрешится в лучшую сторону. Те, которые хотят, они приобретут чипы. Те, которые не хотят, они доучатся на пластиковых бумажных носителях. Я увидела очень хороших и светлых людей. Я увидела мамочек, которые действительно беспокоятся за судьбу своих детей. И я увидела просто некоторое недопонимание в общении между руководством, может быть, школой, предпринимателем, который строил эти турникеты, и некоторой частью родительского актива. Я вот как мама и бабушка, я вообще сторонник такой электронной системы. Это в первую очередь безопасность моего ребенка и знание того, где он находится в данную минуту. В любом случае в учебном заведении по просьбе родителей проведут ревизию ограждения. Также Людмила Мурашова рассказала, что школа в Цибанабалке – одна из четырех муниципалитетей, которую будут расширять при первой же возможности. Все зависит от наличия денег в бюджете. А в случае возникновения вопросов она рекомендовала обращаться в городское управление образования.